Их остановят. Это вообще надо расстреливать за такие дела. В Бобруйске завершилась трехдневная проверка на дорогах. Диван-сарай и две бани. Дымоход раскаляется до 300 градусов. За двое суток на минувшей неделе бобручане умудрились сжечь несколько строений и попасть в реанимацию. Красная звезда в наследство. Как-то радостно стало, что все-таки не потерялось это все. И все это возвратится все-таки в свою семью. Бобручанка Клавдия Чистобаева спустя 72 года получила орден отца. 543 нарушения ПДД учинили бобручане на дорогах города. Садились за руль без прав, не уступали друг другу дорогу и лихачили как могли. Восемь водителей управляли авто в состоянии алкогольного опьянения. И это только за три дня проверок на транспортных артериях Бобруйска. Елена Кутузова о самом главном. Лицо не показывает, номера стереть. Водитель-нарушитель против публичности, что не помешало ему сесть за руль в состоянии алкогольного опьянения. Данный водитель просто отъезжал от магазина, выехал на дорогу, вел себя ввиду своего алкогольного опьянения, немножко, так сказать, растерянно, вилял по дороге. Скрывают лицо свое, скрывают, где-то становятся за регистрационные знаки автомобиля, чтобы скрыть свое преступление от мнения общественности. У этого задержанного 2,2 промилле алкоголя в крови. Внушительная степень опьянения. И это только пятница, конец рабочей недели. Пик таких нарушений – вечера, выходные и утро после застолья. Часто, просыпаясь рано утром, может быть, еще в крови остался алкоголь, они игнорируют это и садятся за руль. Показывает остаточное алкогольное опьянение, но тем не менее это алкогольное опьянение, поэтому они не должны забывать о том, что всегда нужно знать свою меру. И у водителей, и у пешеходов отношение к пьяным рулевым одинаковое. Алкоголь и дорога, как гений и злодейство у классика, вещи несовместные. Это не то, что несовместимо, это вообще надо расстреливать за такие дела. Я на это преступление, нельзя ни в коем случае, потому что нормальный человек не садится. Сразу забирать права, изначально, все. Может, какие-то жесткие меры, но какие, только деньгами человека можно наказать. Ни в коем случае, просто ставь на себе крест и кидай машину, уходи, даже утопить лучше, чем за руль садиться. Тут отсидку, правда, отсидит, если бабки есть. А этим на тот свет пойдет. Вот и вся угроза. Вождение под градусом, как показали трехдневные рейды, не самое распространенное нарушение, но по карману бьет сильнее остальных. Штраф до 100 базовых, плюс оплата стоянки автомобиля. В нагрузку – лишение водительского удостоверения сроком на три года. Инспекторы ГАИ подвели итоги только минувших выходных и решили проводить рейды на дорогах Бобруйска еще чаще. Елена Кутузова, Дмитрий Шевцов. Сегодня Бобруйский. Конкурс цифровой фотографии «Доставим чувство почты» организует и проводит Белпочта и общество «Я.Медиа». По 30 ноября белорусы в возрасте от 7 до 18 лет могут зарегистрироваться на сайте и отправить цифровой вариант важных событий в жизни. Творческое состязание будет проходить в двух номинациях «Поздравь почты» и «Любимый журнал». Не допускается наложение рамок, сжатие графического файла с потерей качества изображения. Фотография не должна иметь технических дефектов. Первые 15 работ, победивших в интернет-голосовании, будут оцениваться членами жюри индивидуально по десятибальной шкале. Лучшие работы получат ценные призы. 27 июля с 10 до 12 состоится прямая телефонная линия по вопросам оплаты труда. На интересующие Бобручан вопросы ответит начальник отдела по труду и соцзащите, управление по труду занятости и социальной защите Батура Анжела Сергеевна. Серебро на чемпионате Европы по легкой атлетике завоевала Бобручанка Татьяна Шабанова. Соревнования проходили среди юниоров в итальянском Гроссетто. 3000 метров с препятствиями спортсменка из города на Березине пробежала за 10 минут 0,3 и 0,32 секунды. Это новый национальный рекорд среди юниоров. Золото досталось немке, бронза уехала в Турцию. Ливни грозы и шквалистый ветер. Лето слегка сдает позиции. Солнце во вторник еще побалует Бобручан утром и днем. Прогреет воздух до 30 градусов, но уже вечером южный ветер принесет в город дождь с грозой. Ночь на среду тоже отметится осадками, днем же снова будет ясно и до 30 с плюсом. В четверг облачный, столбик термометра опустится до 27. В пятницу 28 выше нуля и дождь. В субботу западный и северо-западный ветер до 6 метров в секунду охладит воздух до 24 градусов и прогонит дожди. В воскресенье установится комфортная температура. Небольшая облачность, западный ветер в 4 метра в секунду и 24 выше нуля. Награда в наследство. Спустя 72 года Орден Красной Звезды победителя в Великой Отечественной войне получили потомки. Дочь и правнучка Якова Петровича Чистобаева сами отыскали награду. Историю поисков услышала Елена Кутузова. Через 40 лет после войны в дом Клавдии Яковлевны Чистобаевой пришел посыльный из военкомата с вестью о награде. Вы придите завтра, пожалуйста, и получите. Ну и она завтра собралась, пришла в военкомат, вот третий кабинет. Захожу, здравствуйте, здравствуйте. Я говорю, скажите, пожалуйста, я вот пришла, тут моему папке награда. А она мне, эта женщина говорит, а он умер, ему никакой награды нет. Ну я собралась и пошла. 18-летняя Дарья Литвинчук прадеда героев живых не застала. Разглядывала выцвевшие фотографии в альбоме, перебирала медали и ордена, среди которых Орден Отечественной войны первой степени и медаль за отвагу. Я зашла на сайт «Подвиг народа» и решила посмотреть, ну там написано более подробно, за что именно давалась та или иная награда. Я вбила имя моего прадеда, его год рождения, который узнал о бабушке, и оказалось, что у него есть вот еще одна награда. Разослали запросы и сегодня пришли в военкомат за Орденом Красной Звезды. 16 февраля 1945 года в бою при форсированной реке Пасарги, это Восточная Пруща, товарищ Чистобаев, несмотря на урагонный огонь противника, в числе первых переправился на противоположный берег реки и, заняв рубеж, отбивал в контратаке противника. Как-то радостно стало, что все-таки не потерялось это все, и все это возвратится все-таки в свою семью. По российским законам потомкам вручили только удостоверение. Сам Орден затерялся в лабиринтах истории. Елена Кутузова, Иван Боровой. Сегодня в Бобруйске. Четыре пожара и реанимация за минувшую неделю в обручании сожгли. Две бани, сарай и диван. Об огне в первой парной спасателям сообщил случайный прохожий. Пламя повредило имущество, обшивку стены, потолок. Самоустроение пожарным удалось спасти. Выстояло в огне и здание второй бани на территории частного домовладения. Сотрудники МЧС не только ликвидировали возгорание, но и оградили от огня две рядом стоящие сельхозпостройки. Перекал, длительная топка. На выходные хотят люди баню растопить пожарче. И происходит как раз таки перекал, когда от повышенной температуры более трех часов топка печи, дымоход раскаляется до 300 градусов. На стыке раскаленного дымохода с деревянным элементом дома и появляется первая искра. Источником же пожара в одной из квартир многоэтажки стала пресловутая сигарета. Ее в постели пыталась курить 60-летняя бобручанка. Крайне опасно курение в постели, особенно если это происходит в нетрезвом состоянии. Курящий засыпает, сигарета падает на постельные принадлежности с последующим возгоранием. Многоэтажный жилой дом, в котором произошел пожар, находится по соседству с пожарной частью. Диспетчер, который находился на дежурстве, почувствовал запах дыма на улице. По месту вскрыли дверь, был обнаружен человек, лежащий на матрасе, на диване. Матрас уже фактически полностью был стлел. Хозяйка квартиры с ожогами второй и третьей степени, 40% тела сейчас в реанимации. Ее состояние оценивается как крайне тяжелое. Причина четвертого пожара, в огне которого полностью сгорел сарай на дачном участке, пока устанавливается. Официальная формулировка – занос постороннего источника зажигания неизвестным лицом. Все трагедии планеты Земля в одном зале. В Бобруйске открылась выставка, на которой представлены фото корреспондентов ТАСС и снимки из архива Государственного музея современной истории России. Авторы на протяжении многих десятилетий были свидетелями войн и конфликтов в мире. Сегодня их кадры составили фото-летопись человеческого горя. Ангелина Дикун заглянула в историю. От подписания конвенции в Женеве в XIX веке до современных акций по защите мирного населения в Бобруйске открылась фотовыставка Красного Креста. Всего порядка 50 работ. Отражают они самые значимые вехи в истории человечества и роль носителей Красного Креста в них. На этом снимке запечатлен момент эвакуации раненого в больницу Триполя. Действие происходит в 2011 году во время Гражданской войны в Ливии. Современные вооруженные конфликты на Ближнем Востоке и в Украине. Греко-турецкая война в начале прошлого столетия и война во Вьетнаме в середине XX века. Вторая мировая, Афганистан и еще ряд черных страниц истории формирования современной картины мира. Во всех баталиях миротворческую миссию выполнял Красный Крест. Защита мирного населения во время боевых действий, защита раненых на поле боя, защита пленных и спасение на водах Мирового океана. Вся деятельность Красного Креста уже полтора века подчиняется четырем постулатам конвенции. Во всем мире организация насчитывает десятки миллионов человек. Только в Белоруссии их 22 тысячи. В Бобруйске порядка трех сотен человек помогают пострадавшим от взрыва на Чернобыльской АЭС, ВИЧ-инфицированным, многодетным семьям и всем тем, кому необходимо участие и тепло. Основная цель задачи Красного Креста – это оказание помощи людям, попавшим в тяжелую-тяжелую жизненную ситуацию. Вот это типы страданий, которые мучаются, которым в самом деле не нужна помощь. И деятельность Красного Креста направлена на облегчение этих страданий, уменьшение их, как можно их. И физически просто оказать посильную помощь этим людям. Активно помогали бобруйчане и жертвам кровавых событий в Украине. Собирали деньги, одежду и провизию. Многие граждане Украины благодаря волонтерам Красного Креста получили убежище под мирным небом с синекой. Из города на Березине фотовыставка отправится в Брест. Ангелина Дикун, Дмитрий Шевцов. Сегодня в Бобруйске.